Здравствуйте! В прошлый раз мы посмотрели, что у нас растет на грядках. Сегодня продолжим прогулку по этой части питомника и показывать будем в основном кедр. Кедра у нас много. Мы, можно сказать, российские лидеры в области кедровой селекции. Десятки разных сортов у нас, своих и чужих, размножаются. Прививки мы делаем на разные растения и с закрытой корневой системой и с открытой, но в том числе делаем и в чистом поле. Обычно, когда я в Европе кому-то из специалистов рассказываю, что мы делаем, прививки на полном солнце, без никаких специальных условий, все удивляются и никто мне не верит. Но, тем не менее, получается нормально. Вот, высадим такие подвоенные культуры на грядки, которые имеют ширину 1 метр. Обычно их сажаем. Четырехлетние деревца уже два года посидели, поэтому набрали красоту. Такое расстояние им делается для того, чтобы, когда они подрастут, можно было их спокойно выкапывать в земляной ком, чтобы был примерно в штык шириной. Кучва тут хорошая, свежая, из-под такого осинового леса с черемухой, поэтому они выглядят неплохо. Прививок тут не так много. Еще только первый год начали их прививать. Вот, посмотрим, что попалось из прививок. Это у нас пинус парвифлёра. Ну, японский родственник нашего кедра, который называется фукузуми. Ну, такой карликовый сорт, поэтому он живет неплохо, ведь выглядит отлично. Ну, мы название обычно не пишем в номерке, только номер. А какому названию этот номер соответствует, есть в таких специальных клоновых тетрадях. Ну, тут у нас их, видите, немного, а очень много. Тысячи. Ну, постепенно, значит, они у нас прививаются по мере того, как доходят до них руки. Вот хвойные растения, хвойные грядки перемежаются с лиственными. Растения семенного происхождения перемежаются с укорененными черенками. Много прививок и кедровых, и любых других. Ну, в итоге получается огромное разнообразие декоративных растений, до двух тысяч наименований в нашем прайс-листе. Вот, ну, нормальные питомники специализируются на чем-то, у нас пока не получается, поэтому много чего есть. Это самый старый в этой части питомника участок подвойных культур. Тут встречаются прививки постарше. Ну, когда вот таким способом это выращивается и прививается, то не получается привить все растения за один год, потому что они кто-то слабый, кто-то хилый, кто-то был нормальный, но прививка не прижилась, поэтому на таких грядках обычно есть разные. Ну, давайте что-нибудь посмотрим. Так, ну, это у нас, это у нас летняя прививка прошлого года, то есть год с небольшим е. Она хорошо прижилась, значит, по двое уже срезали верхнюю его часть, вот, но она набирает силу и красоту. Это, это клон 02. Президент, один из лучших, самых востребованных наших сортов. Ну, такой умеренно карликовый, обильно плодоносящий, с хорошими шишками. Так, а это вот весенняя прививка этого года, то есть ее в мае месяц привили, она прижилась, через месяц сняли обвязку, ну, верхнюю часть подвоя только укоротили, полностью обрезать не стали, она как бы защищает прививку. В основном, вот, когда снег весной оседает, такой грубой коркой, то бывает, это отдает прививке некоторую защиту. Вот, ну, тут стараемся мы, конечно, чтобы вместе прививать на какую-то грядку один клон, но не всегда получается, черенки кончились, а по двое хорошие бывает, что и вперемешку это все у нас растет. Ну, грядки, видите, исчисляются десятками, и чем вот дальше мы в эту сторону движемся, тем более возрастные прививки нам попадаются. Наши сорта здесь перемежаются с заграничными. Ну, вот это что-то из веймутовых сосен. Так, какой там номер? Ага, это Пинус Стробус Крюгерс Лилипуд. Ну, видите, живет в Сибири неплохо, хотя находится в чистом поле, на полном солнце. От болезней тоже не страдает никакой пузырьчатой ржавчины, на прививках, как правило, нет, она в основном поражает посевы. Вот, ну, пройдем дальше, посмотрим, чего еще тут нам попадется. Так, 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 ну, вот, там, это тот же самый клон, ну, видите, в каком замечательном состоянии, хоть сейчас на продажу. Ну, мы обычно выкапываем такие деревца, либо когда кто-то требует конкретной сорта, у нас нет в контейнере, но так обычно даем ему подрасти, набрать красоту и товарный вид, то есть он может здесь сидеть и 3, и 5, и больше лет, ну, дожидаться, когда возникнет в нем какая-то потребность. Ну, тут вот из молодых, я и прививок что-то, какой там номер. Ага, это у нас 257-й номер, кедр европейский Канзей. Ну, тут дальше грядка с кедрами европейскими, Пинус Цембра, у нас их много, штук, наверное, 40 клонов, если не 50, ну, они так различаются, но не очень. От сибирского кедра хорошо отличаются цветом хвои, видите, какой яркий такой синий цвет, синий-зеленый, а сибирский кедр в это время уже желто-зеленый. Ну, тут подвой уже почти обрезан, осталась только та веточка, на которой висит бирка. Ну, уже растения красивые, можно хоть сейчас использовать для украшения сада. Ну, кедр европейский, он давно в селекционной работе, поэтому у него есть такие сорта, которых у сибирского кедра пока нету. Вот, в частности, это Пинус Цембра Ауреа. Тоже живет хорошо в Сибири, есть большие деревья, метр по три высотой, красивые. Ну, желтые растения любят не все. Многим покупателям кажется, что они какие-то больные. Нет, они здоровые, жизнерадостные. Вот, максимальная декоративность у них как раз бывает осенью. Ну, многие хвойные растения, к осени хлорофилл маленькая, разрушается. А каротиноиды желтые пигменты становятся более заметными. Ну, тут у нас их желтых довольно много, их видно издалека. Ну, желтые перемешаются с сине-зелеными. Это вегетативно размноженные ведьмины метлы кедра европейского, в основном из Австрии, от Франца Дзельшторфера. Так, а вот тут у нас опять веемутого сосна, Пинус стробус. Ну, не простая, а кудрявая. Это когда-то давно нашли такое уникальное деревце с кудрявой хвоей. Размножили в это клон Тарулоза. Он сильно рослый, большим деревом вырастает, прирост до 40 до 50 сантиметров в теплых странах у нас почти 30 поек. Вот. Ну, поскольку обычное дерево отличается от диких только кудрявостью, то он дает и мужские, и женские шишки. Соответственно, можно получить от него потомство. Оно использовано в селекционной работе, в том числе собирали с него пыльцу. Вот. Опыляли ведьмины метлы, и получилось несколько карликовых кудрявых сортов. Green Curls и другие. Вот. Ну, и мы тоже приняли в этом участие. Как-то раз я собрал шишки из Тарулоза. Ну, где-то в Европе, то ли в Чехии, то ли в Австрии. Вот. Ну, вырастили некоторое количество потомства. Вот это, в частности, клон 089, который мы, наверное, назовем Siberian Curls. Ну, Curls кудри, значит, в Сибири, понятно. Вот. Живет он хорошо, без никаких проблем. Пусть будет с таким английским названием. Все-таки он исходно американский. Значит, ну, мы только чуть-чуть его попытались адаптировать для Сибири. Ну, тут, видите, он не один. Некоторое количество есть. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Если кому-то надо, и он приедет в правильное время, то мы его выкопаем прям с грядки. А вот еще один вегетативно размноженный представитель той же самой семьи. Только тот был сильно рослый, а этот карликовый, значит, кудрявый. Ну, форма роста у него другая. Ну, тут стараемся размножать, потому что кудрявость, она пользуется спросом, людям нравится. Приживаются они хорошо, хотя в черенке быть такие тонюшенькие, но у нас есть люди, которые умеют это делать. Тут опять у нас пошли желтые. Вот. Редко кончилось. Всего у нас в размножении примерно 300 сортов пятихвойных сосен чужих и примерно сотня наших. Ну, их лучше смотреть в коллекции. Тут у многих еще сортовые признаки не проявились. Вот. Поэтому, значит, пройдем дальше. А, собственно, тут уже и дело к концу у нас близится. Там дальше пошла пихта сибирская. Вот. Ее мы смотреть не будем. Ну, а тут вот те же самые европейцы. Мы им уделяем особое внимание, потому что они, можно сказать, в Сибири нашли себе вторую родину. На европейских равнинах их плохо, а у нас хорошо. Ну, вот. На этом, пожалуй, закончим. Спасибо за внимание.